Любви захотелось. Отчего? Ведь любовь — это совокупность совершенства. Решено. Буду любить. Это ведь так здорово. Всё благухает, всё нравится, всё радует, всё и всех хвалишь, и все хвалят тебя. Благодать. Ух, захватывает дух. Помолился в радости, воспел хвалу Спасителю, исполнился духом. Дух говорит, давай слово читать. Ведь чтобы пребывать в любви, нужно познать её, эту самую любовь. О, конечно, с радостью. Любимое дело. Читаю слово. Это почти как разговаривать с самим Господом. Итак, читаю про любовь. Желаю познать, что это такое. И вот любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Опаньки. Оказывается, любовь не радуется. Выходит, что любовь пребывает в печали. Страдает. Да ладно бы просто немного пострадать, не привыкать. Но неправде не радуется. Мучается от лжи. Вот тут я застыл. Аж дрожь. Началась в почках или в печени. Плохо стало. А как же без неправды? Кругом одна неправда. Лжёт начальник страны, лгут чиновники всех мастей, лгут проповедники своей фантазии за волю Божью выдавая, лгут учителя в школе, даже родители лгут своим детям. И от всей этой тотальной лжи любовь в печаль погружается. Ещё видел я под солнцем, экклесиаз говорит, место суда, а там беззаконие. Место правды, а там неправда. Тут ещё одна подлинненькая мыслишка вползла в душу и разлеглась там довольна, ухмыляясь. В нирвану захотел, покоев изжилал, не прокатит. Сортировкой дел и слов займись. Отделяй правду от неправды. Слезами печали пожар неправды заливай. И если правду обнаружишь, радуйся. Ну что же, если решил в любви пребывать, придётся поискать правду. Как русская пословица говорит, велика свято-русская земля, а правды нигде нет места. И вдруг, воссияло, Христос явился. Вот уж правда, вот уж святая правда, сама истина в нём, и путь в Царство Божие, в Царство правды. Он, Христос. И жизнь, подлинная жизнь, без обмана и лукавства, в нём. Потому-то смерть не могла удержать его. Христос воскрес, ибо правда не умирает.